И так, ну что ж, арияру, мои маленькие любители, покушать и всего того, что покрыто камнем. У микрофона, как всегда, ваш покрытый слугам Амору, и это великолепная сборочка Майнкрафт Тонблок 3. За кадром, как я люблю об этом говорить, и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские, но значительные изменения. Все эти изменения по большей части коснулись сортировки на нашей ферме мобов. Во-первых, я покрыл вот этим слоем, непонятно чего, всю землю, которая у нас здесь находится. Пришлось мне немножечко использовать наши курицы, но тем не менее, спавн мобов гораздо усилился, что меня, несомненно, радует. Я решил отказаться от мобы Папез и прийти к мобу Притти Пайпс, поскольку сортировка в этом моде организовать гораздо легче и удобнее. Здесь достаточно разместить выкачку ресурсов высокой плотности, и они постепенно, избирательно будут поступать в каждый из видов сундуков. И только в том случае, если нету данного предмета в одном из этих драйверов, они будут поступать в этом трэшкен. В моде же Папез такого не происходит, и там распределение предметов происходит вообще по непонятной мне логике. Главное, что сейчас это работает в необходимом нам режиме и наилучшим для нас образом. Единственное, что я здесь сделал, это отдельно выделил вот эти вот души мобов, поскольку, как я потом посмотрел, они нам потребуются в гигантских масштабах для произведения сингулярности из мобов душ. Я уже тут достаточно большое количество времени провел, и у меня тут скопилось уже гигантское, просто колоссальное количество предметов из мобов различных вариаций. Также, помимо того, что я работал здесь вот над этой фермой мобов, я сделал небольшую зачарование. Теперь, благодаря тому, что у меня появилась кожа из крыльев летучей мышей, я могу себе это позволить. Теперь работать с любым зачарованным инструментом происходит намного приятнее, на мой взгляд. Ну а сегодня, как я и говорил в предыдущей серии, мы будем с вами постепенно работать над тем, чтобы сделать автоматическую просейку, промывку всех вообще блоков, которых можно только придумать. Для этого как раз мне понадобится кабустол-генератор четвертого уровня, который у меня здесь есть. Также за кадром я немножечко готовился и сделал здесь себе небольшое количество автомолоточков, которыми мы сейчас постепенно и планомерно будем заниматься. То есть, по идее, у нас здесь есть генератор, который генерирует блоки. Дальше я эти блоки, допустим, я хочу куда-нибудь складировать и, например, это будет вот такой вот драйвер. Теперь же отсюда, получается, блоки должны выходить и должны они просеиваться на автомолотке. Как-то вот таким вот образом автомолоток должен идти в автоматическом режиме, его не нужно ничем запитывать и это, несомненно, меня радует. Для того, чтобы блоки отсюда выходили, мне понадобится здесь взять отсюда ключик, Shift-PKM отсюда и запихнуть нужно сюда апгрейд, который у меня выпадал в большом объеме из тех самых сундучков. Мы можем видеть то, что гравий у нас здесь пошел и гравий немножечко в маленьких масштабах копится. Но одним гравием с этим не будешь, поэтому я здесь хочу себе заиметь также песок. Для этого производственную линию нужно сделать немножечко больше. И пыль. Сюда у нас тоже должен заходить булыжник. Он здесь дробится опять-таки в гравий. А уже гравий по старой схеме дробится, по идее, у нас в песок, надеюсь? Нет, не в песок, к сожалению, а в землю. А следом после земли должен быть, по идее, идти именно песок. Давайте сразу это все запихивать в какой-нибудь буфер, типа таких же драйверов. Вот у нас пошел песок, вот у нас пошел гравий. Я думаю, если потом возникнет резкая необходимость, я, возможно, буду увеличивать и наращивать объемы производства. В том плане, что просто буду размечать несколько автомолоточков на всякий случай жизни. И последняя линия у нас с необходимым нам дастом тоже готова. У нас здесь все это производится, и я бы не сказал, что очень медленно. В принципе, скорость достаточная. Дальше все эти предметы мы должны как-то реализовывать. Но прежде чем это начинать делать, я хочу скрафтить, наконец-таки, наверное, колеса дробления. Которые мы должны были скрафтить еще очень давно, еще в начальных сериях, когда мы с вами подошли и сделали механические крафтеры. Но для того, чтобы их скрафтить, мне необходимо сначала эти крафтеры разместить. Когда же я здесь увеличил немножечко себе потолок, можно размещать, в принципе, вот эти вот крафтеры. По идее, как-то так это должно быть размещено. Мне пришлось даже немножечко себе здесь территорию, к сожалению, очистить для того, чтобы это все работало. И теперь мы должны настроить выходы. Ну, пока что как-то так. Потом дальше, если что, переделаем, возможно. Для того, чтобы разместить колеса, нужно всего лишь дерево, любой камень и андезитовый сплав. Надеюсь очень сильно, что это сработает. Я потому что не уверен, что правильно выложил крафт. Но что-то явно пошло создаваться. Да, крафт я выложил неправильно, а что не так? И на этот раз, на удивление, все заработало. Нужно, оказывается, здесь размещать обычный камень, а не булыжник. Теперь я выяснил, что мне вот эта вот часть в этой части базы абсолютно мешает, на самом деле. И было бы неплохо ее где-нибудь в другом месте размещать. Но для этого потребуется мне немножечко сейчас небольших манипуляций. Мне потребуются вот такие вот вещи. Integrated Block, который крафтится до ужаса просто. И Enchanted Binder, с помощью которого я смогу все эти вещи соединять. Так что, пожалуй, я вот это все сношу и переношу в какое-нибудь другое место. И все готово. Я сюда все это перенес. У нас, по идее, это должно работать. В любом случае, придем сюда через какое-то количество времени и точно в этом убедимся. А пока нужно создавать те предметы, которые необходимы. Мне потребуется точно большое количество эндерперлов. И бегом это создавать. Binder мы сделали. И теперь нужно сделать парочку вот таких вот Enchanted Block. Самое противное при их создании, это их необходимость в обсидиане. И пока что я не знаю, как этот обсидиан точно и нужно создавать. Но я обязательно это сделаю мы в будущем. Первым делом я хочу, чтобы, допустим, вот этот драйвер соединился с этим блоком. Должны будут поступать каким-нибудь образом ресурсы, и они должны быть связаны. Ну, надеюсь, что это будет так. Дальше мне этот гравий нужно просеивать через эти самые колеса дробления. Но для грамотного этого осуществления неплохо было бы себе заиметь немножечко ламинарий, которые нужно пережарить. Ведь пережаренные ламинарии, как ни странно, это, во-первых, вороночки, которые очень сильно понадобятся везде и всюду. А также конвейеры и конвейерные ленты, которые просто будут необходимы нам и будут незаменимы. Немножко конвейеров мы делаем. Также делаем немножко шафтов. А также делаем немножечко вороночек. Мы должны как-то исхитриться так и вывести это все здесь. Давайте будем пробовать и решать. Единственное, что мне не нравится, конечно, очень сильно, это условия ограниченности здесь пространства. Ну, ладно, ничего страшного, потом, если что, это придумаем. Получается, как-то так у нас располагаются колеса дробления. Для проверки неплохо было бы себе найти немножечко гравия. Допустим, возьмем себе стак. И, да, успешно я вижу то, что появились у нас здесь, получается, сырое железо, уголь и осмий. И у нас, получается, здесь вообще очень сильно большая производственная линейка, которую вообще мы могли бы сделать. Для этого мне нужно бы по-хорошему здесь разместить некоторое количество сундучков, именно драйверов, которые бы забирали в себя все эти предметы. Ну, как-то так, получается, эта вся система должна будет работать. И у нас уже 36% нагрузки. Офигеть. Нужно придумывать срочно, срочно другие альтернативные источники выработки крутящегося момента или иначе. Это все у нас просто ничем хорошим не закончится. И да, успешно я протестировал этот момент. Как только мы подмечаем сюда эндозитовую воронку, успешно из этого блока начинают выходить все то, что в нем находится. То есть, тот драйвер здесь успешно законнекшен. И мы тем самым умудряемся занимать гораздо меньшее количество пространства. Также здесь я решил немножечко видоизменить конструкцию, по которой у нас здесь добываются предметы и ресурсы. То есть, я решил сделать так, чтобы у нас все предметы из Create'а поступали в определенный сундук. А из сундука уже велась сортировка. Это все нужно, поскольку я знаю очень сильно, как несовершенность системы с модом Create'а и как здесь очень много разнообразных трудностей может возникнуть. И обязательно возник, как только мы ими будем основательно пользоваться. Что мне нужно получается дальше? У меня есть песок и даст, который я тоже должен просеивать каким-нибудь образом. Но из песка я вижу только самый один разумный вариант. Точнее, два разумных варианта. Это превращать часть песка в SoulSand, а часть песка промывать на воде. Также, как и раньше, я сконнекчиваю этот драйвер с песком. И должен также я здесь организовать небольшую промывочную систему. Для этого мне потребуются, как ни странно, вентиляторы. А также, если я хочу, чтобы это все нормально работало, мне потребуется скрафтить SoulConfire. Я, допустим, хочу вот здесь вот себе разместить этот самый блок с песком. Из него будут выходить у нас два выхода. Сюда и сюда. Под этим блоком, допустим, у нас будет размещен огонь-душ, на который должен дуть вентилятор. Вот. И в этот вентилятор должен приходить крутящийся момент, чтобы лопасти вращались так, что на этот депо приходил бы этот самый огонь-душ. И здесь также должен располагаться такого рода вентилятор. Но здесь уже должна будет размещена быть вода, которая бы промывала бы этот весь песок. Самое сложное, наверное, здесь будет провести сюда крутящийся момент откуда-нибудь. Размещаем и смотрим. Да, все правильно я разместил с первого раза, причем у меня удалось это сделать. Теперь получается вот сюда я разливаю воду. И должна быть здесь какая-нибудь организованная сортировочка банальная. Ну, как-то так, получается. Я выполнил сортировку песка с помощью мода PrettyPipe. И я хоть убей не понимаю, как работать с этим ItemPipe. И как именно настраивается в этих трубах сортировка. Тем не менее, мне удалось это сделать с помощью другого мода на трубы. И главное, что это все работает. Теперь останется здесь сделать примерно то же самое с SoulSand. Так, чтобы он просеивался у нас также в воде. То есть нам нужно тоже вентилятор здесь поставить, который бы также примерно у нас работал. Но я думаю, достаточно это легко сделать будет. Причем это только первый этап нашей сортировки. Ведь здесь у нас еще и вторичная сортировка будет, где мы будем отсеивать то, что не нужно. И переплавлять все необходимые нам ресурсы, руды, минералы. То есть уголь пускать на топливо, для печек. А все остальные ресурсы переплавлять. Ну, такая вот типичная стандартная переплавка. Гидро воды. Тепо. И немножечко труб, который опять-таки нужно здесь настраивать. Да что ж ты будешь делать-то? Хотя... Мне нужен алмазный улучшитель, для того, чтобы делать сортировку. Оказывается, все делается до ужаса просто. Так, получается White List для SoulSand. А алмазные у нас делаются, ну, достаточно легко на самом деле. Но нужно большое количество, конечно, Редстоуна и алмазов самих. Ладно, потом можно будет сделать, если что. И кварц получается таким образом мы здесь получаем. Ну, например, в некоторых местах можно обойтись без алмазных улучшений. Как, например, вот здесь. Я просто здесь разместил золотое улучшение, и он все выкачивает в этот драйвер. Но все он выкачать не может, поскольку здесь собиты злоты, и они могут заполняться только вот непосредственно те, которые свободны. Останется у нас только решить проблему с дастом. Как его просеивать? Для него нужно создать еще один, получается, вот этот вот блок. Но есть ли простой способ у нас создания обсидиана? На самом деле есть. То есть у нас есть дрипперы, которых мы можем загружать опять-таки лаву, получать магма-кубы. А магма-кубы можем просеивать на воде и получать обсидиан. Не самый простой вариант, но, я думаю, за неимением лучшего. Очень увлекательный процесс получения магма-кубов. Еще один такой блок мы создаем. Выполняю здесь очередную привязку. И теперь мне нужно организовать еще одну очередную промывку. Думаю, в этот раз у нас вообще ничего сложного не будет, поскольку здесь нам нужно просто организовать банальнейшую промывку. И все готово. Все у нас начало производиться. Единственную, наверное, просееку, которую я здесь не сделал, это получается промывка обычного гравия. И промывка же гравия нужна только для того, чтобы получать алмазы, как ни странно, которые пока что мы в автоматическом режиме здесь не получаем себе. И ну и так, я скажу, если честно, пока что выглядит это все просто до безумия классно. Это все работает, меня это более чем устраивает. И как-то так выглядит система, получается, по промывке именно гравия. Уже начинают здесь копиться алмазы, изумруды, всякого очень всего ненужного. К сожалению, не нравится мне то, что мне пришлось гравий разместить пока что вот здесь. Но я думаю, что ничего сложного не будет в том, чтобы его потом перевезти куда-нибудь вот сюда. И для того, чтобы у нас сортировка произошла более в улучшенных для нас масштабах. И пока что на такой прекрасной ноте, я думаю, мы будем с вами потихонечку заканчивать эту серию. У меня за кадром предстоит еще много работы по улучшению, украшению вот этой всей безобразной системы. И продумыванию в дальнейших планах, как нам проходить и что нам делать. Если у вас есть свои предположения по этому поводу, то, пожалуйста, пишите об этом в свои комментарии. Ну и в таком случае, пожалуй, у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было как всегда. Ваш покорный слуга Мамору, и еще услышимся.